Темное небо полигона Дубровича. Под аплодисменты трибун разрезают самые современные российские самолеты. Пилоты разыгрывают тактический эпизод «Воздушный бой». Они уходят от противника, ловким маневром заходят ему в спину и преследуют. Как говорит диктор, прием, который использует пилот, универсальный. Его можно использовать до тех пор, пока господство в воздухе не будет завоевано. Воздушный бой проходит на самолетах Су-35. Следующий тактический эпизод – подавление и уничтожение артиллерии условного противника. В нем участвуют самолеты типа МИГ и СУ. Они наносят удары по наземным целям. Как признаются и зрители, и организаторы – это самая зрелищная часть авиамикса. В небе над Рязанью зрители смогли увидеть самую современную технику. Это самолеты пятого поколения Су-57, а также гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» на сверхзвуковом МИГ-31БМ. Мы всегда показываем наиболее современные и перспективные виды вооружения, в том числе и на таких конкурсах. Поэтому цель именно – демонстрация, что у нас есть такие комплексы. Рязань принимает конкурс «Авиадартс» в четвертый раз. Меняется и наполнение программы, и условия для зрителей, а также сам полигон. Сергей Кабалаш отметил, что полигон стал действительно международным. Тут возможно применение всех видов авиации и боеприпасов, которые существуют на вооружении. Работа, конечно, проделана большая совместно с ВВС, ВКС. И наш аэродром Дягилев был подготовлен, как полагается. Много сделано было в плане размещения гостей, подготовки, собственно говоря, инфраструктуры. То есть работа большая, но она приятная, эта работа, потому что она завершается в очередной раз, завершается, я бы сказал, триумфом наших вооруженных сил, наших ВКС, наших гостей. Мы принимаем тоже очень гостеприименно всегда. Поэтому это приятные хлопоты, скажем так. И мы готовы хлопотать таким образом и в следующем году, и год от года. Мы гордимся тем, что у нас «Авиадартс» проходит здесь, именно в Рязанской области. Будем называться не только столицей ВДВ, но и столицей «Авиадартса». Появились в небе вертолеты. Пилоты показали свое умение в управлении десяти тоннами машинами. Вертолеты, словно маятник, летали из стороны в сторону, вращались вокруг своей оси и выполняли много других фигур высшего пилотажа. А в конце – фирменный поклон. Пацанкам специалистов посмотреть на «Авиамикс» приехало около девяти тысяч зрителей. Зрелищем они остались довольны. Все понравилось. Вообще впечатлений масса, приятно. Ну отлично. Конечно, те годы лучше было намного. Великолепно. Великолепно. А вот что понравилось, что запомнилось, какие выступления? Все. Они все уникальные. Это пилотаж в первую очередь, конечно. Даже мастера. Свою оценку дал и командующий дальней авиации. Говорит, ко всем трудностям были готовы, но все прошло в штатном режиме. Все получилось очень замечательно. И погода нам в этом помогла. И пилотажные группы отработали четко. Ну и все элементы боевого применения отработали с оценкой отлично. В «Авиамиксе-2019» команды из других стран – Белоруссии, Казахстана, Китая – участие не принимали. Они посоревнуются в последнем этапе «Авиадарца» под названием «Боевое применение по наземным целям». Как говорят организаторы конкурса, все четыре команды показывают высокий уровень подготовки. Поэтому соревнование будет интересным. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.